С 1 мая 2015 года деятельность по управлению не допускается без лицензий. Деятельность по лицензируемой возложена на органы государства, служащих надзоров. Какую деятельность включается в осуществление лицензионного контроля. То есть деятельность по отложению надзоров в отношении субъекта, лицензиата, уже осуществляться не умножена. Заградатель предусмотрения университета в части 11, статьи 20, и дал возможность субъектам передавать полномочия именно по лицензионному контролю и также и должному местному субправлению. Это что значит? Лицензионный контроль это что значит? Я уже сказал, что лицензионный надзор за лицензионными требованиями, которые даже практически не получаются. Это все то же самое, что было и после Живонадзора. Содержание его ремонта по составлению благоприятного службы. Я могу сразу сказать, что у нас Живонадзор с 1 мая в принципе не прекращается, потому что у нас есть субъекты, которые не побежат лицензионным. То же самое лицензионное. Лицензионная комиссия только начала действовать, и лицензии стали выдавать. Самое большое количество управляющих компаний находится на территории города Волгоград. И для этого правильно Василия Анатольевна сказала, что передавать местным властям, чтобы они ближе были, и общение с населением было ближе. Тогда они будут смотреть, эффективно ли работает управляющая компания, надо ли подавать в суд от отзыва лицензии. Совершенно логично, здесь и правильно это сделано, то, что берут такие полномочия. Мне кажется, что это, во-первых, система коррупционная, она наградает определенные коррупционные процессы. Второе, мне кажется, что принципиально она не рабочая. Вот в том виде, что у нас есть два органа вместо одного. Он смывает соответственность того органа, который действительно должен надзирать, контролировать и штрафовать. А здесь непонятно, кто за что отвечает. В любой двор зайдите. В любой двор зайдите. Сегодня, вот кого не спросишь, жилищная аспекция не работает. Единственный орган, который сегодня работает, это аппаратура. Но они заварены бумагами и не могут уже реагировать на все. Они просто уже не успевают. Вот кого единственное, кого боятся. Жилищная аспекция не превратилась в тот домик, который, в гарантии домик, который может сейчас нужен, для того, чтобы привести в порядок всю работу. У нас просто поработают за то, что сегодня творится. У нас уже... Поэтому я голосовал сейчас, вот при том, при тех ответах, которые сегодня будут, а ничего не изменится, а это эффективность будет через годы, я голосовал, конечно, не будет. Те опасения, которые ряд депутатов высказывал, о том, что да, это эффективно. Это мое тоже убеждение. Я хотел бы, что по Волгограду могу сказать. Но не стало лучше. И честность мы из областных жилоспекций передали в область. Говорим, теперь же контроль муниципальный у нас будет, и вроде бы все для этого есть. Но не стало лучше. Я вижу, что очень животрепещущая тема, поэтому хочу предложить сначала принести парламентский час на эту тему. Она действительно касается каждого. И голосование. Спасибо. Уважаемые коллеги, предлагаю пропускать в первом чтении. Кто за, задам предложение. Вы против? Кто воздержался? Спасибо. Идем дальше. Спасибо.